Второй этап. Первый этап все поняли? Второй этап, братья Бараклафикум. Тот, кто совершил это действие, можем ли мы к нему приписать вот это вот имя? Значит, первый этап у нас название. Второй этап – практиковать название в отношении конкретной личности. Поняли? Мы сейчас с вами сказали, что когда ученые говорят, это действие куфры, это действие ширк, до ученых, когда Аллах говорит, это куфры, это ширк, или Браз launches говорит, это куфры, это ширк. Это речь идет о чем? О действии. Вопрос номер два. Теперь это действие. Можно ли тот, кто совершает это действие, назвать этим словом? Тот, кто совершает это действие, можно ли его мушег назвать? Тот, кто совершает куфры, можно ли его куфры назвать? Вот это уже второй вопрос. Поняли? Употреблять название в отношении личности. Если мы с вами посмотрим Сунну Пророка, алейкум, Саляту Вассалям, Не все, что Аллах и пророк назвали куфром, не каждый, кто совершил эти действия, они обвинили в этом действии, Бараклавико. Хадис, Муазад, Ниджаба, на всем. Мы еще урок не берем, братья, мы эту тему разбирать не стали, я вам просто объясняю то, с чего мы начали урок. Мы начали урок с того, что ученые называют, говорят слово «асма» и говорят слово «ахкан». Я вам объясняю, как это понимать. Правильно, Бараклавико? Второй этап. Правоку, алейхисаляту вассалям, к нему приходит его сподвижник, Муазад Ниджаба, который только приехал в Семена, приходит и правоку делает сачда. Сачда не Аллаху, это что? Куфр. Это ширка в зубе, да? Смотрите, человек совершил что? Действие, которое мы с вами единогласно назовем словом «куфр», назовем словом «ширка». Муазад Ниджаба спрашивает, зачем так сделал? Он говорит, когда я был в Йемене, христианские иудейские ученые, иудеи и христиане своим ученым так приветствуют, возвеличивают. И я подумал, что ты больше достойный этого. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит ему, больше так не делай. И если бы я мог бы кому-нибудь приказать сделать сачда, то я приказал бы сделать сачда жене и ее мужу. Поняли? То есть смотрите, человек, то действие, которое совершил Муазад, сачда не Аллаху, это куфр или не куфр? Если явную сторону дело взять. Это куфр, аля азабеля, да? Правок сказал, ты кафир. То есть мы видим, пророк алейхи вассалям, само действие, если мы с вами посмотрим в Коран Сунну, это действие у нас называется чем? Куфр. Дальнее название. Мы заходим во второй этап. Кто совершает это действие? Кафир? Совершил это действие, но пророк не сказал на него кто? Кафир. То есть теперь мы отсюда понимаем, что не каждый, кто совершает действие, которое в священной тексте назвали словом куфры, является кем? Кафиром, баракулафик. Другой пример. Пророк алейхи вассалям нам рассказывает о человеке, который потерял своего верблюда с водой в пустыне. Так сильно расстроился, все, умирать буду. Ни воды, ни верблюда, никого. Остался посреди пустыни, уснул. Когда просыпается, увидел верблюда с этой водой. От радости соскакивает, о Аллах, я твой Господь, ты мой раб. Если у нас человек скажет, я Бог, Аллаху скажет, о Аллах, я Бог, а ты мой раб. Валяя Зубеля. Осознанно это сказать. Вот эти слова, это куфр или не куфр? Единогласно это что? Куфр. Но пророк не сказал, что он кто? Кафир. Что стало причиной того, что он эти сказал слова? От сильной радости он перепутал. То есть для нас чего важно? Что человек совершил куфр, но пророк не сказал, что он кто? Кафир бараклатик. То действие, которое совершил человек, если мы посмотрим на эти действия через призму Курана Суну, мы скажем, что это куфр, что это Аллаху Зубеля страшная вещь, которая вводит из ислама. Но пророк же все-таки не сказал, что они кафир бараклатик. Третья вещь. Хадис запил на вас, когда пророк, алейхи саляту вассалям, как передавали сподвижники, мы были новые в исламе, и у арабов, многобожников было бычьи, у них было такое дерево. Они на это дерево вешали свое оружие, чтобы брать баракат в береге. Это ширк у Зубеля. Это ширк. И новые люди в исламе, новые сподвижники в исламе сказали, о посланник Аллаха, сделай нам такое же дерево, на которое мы будем что-то вешать, как и у них дерево. Пророк, алейхи саляту вассалям, сказал Аллаху Акбар. Вы сказали то же, что сказал народ пророка Мусы своему пророку. Ичи альляна алиха кема лихум алиха. Сделай нам такого же Бога, как у них Бог. То есть они что попросили? Действие, которое пророк назвал, или Аллах называет чем? Ширком. Даже смотрите, как Мусы сказал. Вы попросили, то есть сделай нам такого же Бога, как и у них. Бог, это слова народа Мусы, поняли? И пророк сказал, вы сказали то же, что сказали они. То есть смотрите, какое опасное действие. То действие, которое является куфром, является Ширком, если заниматься такими делами. Пророк сказал, вы муж, Реки? А? Нет, пророк исправил ошибку, и все. То есть опять же мы видим, что пророк, алейхи саляту вассалям, сделал разницу между действием и действующим лицом Бараклафика. Действие, куфр, Ширк. Но они, совершив это действие, вот эти примеры мы с вами вспомнили, не стали же мужиками, пророк же не сказал, вы кафир, вы мушрики, идите, гусы, уберите заново, шахаду, говорите и так далее. Пророк, саляту Аллаху алейхи вассалям, так сказал? Нет. Для нас что важно? Вот этот второй этап. Первый этап, поняли? Второй этап, что не каждый, кто совершил действие, которое пророк или Аллах, саляту Аллаху, назвали словом, кофры или Ширк, являются кем или мушриком, или кафиром Бараклафика. Это второй этап. Кто у нас судит во втором этапе? Первый этап, мы как требующие знания, все должны знать, что если ты совершишь жертвоприношение не Аллаху, это Ширк. Мы это все обязаны знать. Для чего мы обязаны знать, чтобы не попасть в этот грех? Мы все обязаны знать, что эта вещь харам водка. Что Зина харам. Мы все должны это знать. Мы все должны знать, что жертвоприношение не Аллаху, это Ширк. Что Дуа не Аллаху, это Ширк. Мы все это должны знать, да? Первый этап, мы все, по отношению к каждому из нас, без исключения. Для каждого мусульманина, даже фарса, это знать, Бараклафика, поняли? Но во втором этапе уже не для каждого. Кто судит того человека, который совершает это действие, это уже не просто какой-то человек, у которого есть немного знания, это уже кто? Ученые. Вот этот второй этап, это уже для кого? Для ученых проводить взаимосвязь между действием и действующим лицом. И это и есть то, что мы называем словом такфир. И не просто братья, простой обладатель знания, а именно ученый. Потому что ученый, у которого большое знание, им руководит знание, а не страсти. Он тот человек, который знает условия такфира. И он тот человек, который знает те вещи, которые могут нам мешать сделать на человека что? Такфир. Вот этот второй этап единогласно, единогласно в аккидате Ахрисуна Бальджама, только по отношению к ученым. Ахрисуна Бальджама